Хотел восстановить семейную историю, а нашел данные о судьбах тысячи людей, которые ушли на фронт. Для этого житель Еткуля проштудировал рассекреченные документы Минобороны. Теперь мужчина требует, чтобы в селе установили новые плиты с именами солдат, защищавших родину. Наш коллега Егор Хвистюк побывал в гостях у местного жителя и попытался понять, что нужно сделать, чтобы историческая справедливость восторжествовала, а имена героев были увековечены. Какая радость, когда ты прочитал вот эти записи, которые сделаны практически 80-85 лет назад. С лупы Александр Андрусенко не расстается уже несколько лет, с тех пор, как начал поиски своего деда. Он в годы войны ушел на фронт и числился без вести пропавшим. Житель Еткуля проштудировал архивные документы, но записи о воевавшем родственнике так и не нашел. Дело сдвинулось с мертвой точки в феврале этого года, когда Минобороны рассекретило новую партию документов. Александр узнал, что его предок похоронен в братской могиле под Кировом. Орденов у тебя нет и медалей, но ты такой был в войне у нас. Поэтому мы тебе звездочку георгийскую, ленточку георгийскую сюда крепим. В итоге Александр смог найти не только могилу своего деда, но и несколько официальных версий о причинах его смерти. Среди них от полученных ран, авитаминоз и калит. Находка вдохновила мужчину. Он продолжил исследования. С помощью открытых источников, таких как книга памяти и общественные ресурсы, удалось найти информацию еще о тысячи воинах, которые ушли на фронт из Еткульского района. Забивая фамилия, имя, отчество, если есть дата рождения, дата рождения, воинское звание и все. И вот здесь выходят уже фамилии. В апреле этого года Александр принялся за новый труд. В Еткуле в преддверии 9 мая начали реставрацию мемориального комплекса. Исследователь проверил каждую из фамилий, обозначенных на мраморе. И сделал неожиданное открытие. Список воинов изобилует ошибками. Вот, допустим, мы видим Рязанов ПМ. А он один. То есть его трижды увековечили. Ну, нужно внести и исправить. Тут же Сосновский, вот есть ВФ. Тоже двойная фамилия. И таких очень много. Из всех здесь, которые есть воины, я нашел только две одинаковые Печенкиных, по-моему, фамилия там. И имя, отчество совпадает. Александр уверяет, перед реставрацией памятника много раз обращался в администрацию, просил исправить ошибки. Однако в итоге информация на новых плитах не изменилась. Всего на этих плитах увековечено 328 имен. Если верить информации Александра, исключить повторяющиеся двойные и тройные фамилии, останется всего 299. При этом в 34 случаях сделаны ошибки в фамилиях, либо в инициалах. А 7 человек, обозначенных здесь, и вовсе вернулись домой с войны живыми. Получить ответ от администрации удалось в нашей съемочной группе. Председатель собрания депутатов Едкуля Игорь Михайлов и сам известный своей поисково-исторической деятельностью объясняет. Решение о реконструкции принимала специальная комиссия. И вносить существенные изменения в мемориал без достоверно проверенной информации просто-напросто не решились. Владимиров Петровича Ивановых может быть в одном поселке несколько. Это, к сожалению, правда. И мы не можем, не зная на 100% вот этих вещей, изменять или убирать, или добавлять иные фамилии. Для этого обязательно необходимы архивные документы. Впрочем, в администрации также отметили, что прецеденты, когда информацию на мемориальных досках менялись, существуют. Эксперты сейчас изучают документы, предоставленные Александром Андрусенко, чтобы подтвердить подлинность. И, возможно, в будущем информацию на плитах действительно изменят. Сам Александр намерен и дальше продолжать свой труд. Все свои находки с приложенными документами он отправляет на хранение в местный музей, где с ними может познакомиться любой желающий.